В целом про кинофестивали зачем, в чем суть, что мы выиграли и как это помогает нам сейчас в будущем. Я ждал от себя просто историй любых чуваков. Я себя ютубом пытался как-то именно вот продвинуть, показать, что вот я крутой. И меня это отрезвило, я такой, а для влога мне типа не надо таким. Я сейчас лягу и буду спать, вот пока не проснется организм. Я же будильник не ставлю. Я теперь вижу то, что видят обычно он перед камерой. Будешь частью моего ежедневного влога. Соседям свою обувь показывает, это интересно. Есть чем похвастаться. Сегодня мы поработаем, мне нужно собрать структуру видео для Урал, который мы снимали на Хоккайдо. Внутрянка проекта показываю, здесь есть несколько таймлайнов. Это два съемочных дня, цветами разбиты отдельные камеры. Гляньте на эти исходники. Криспи 4К 120 фпс, fx6 85, 1.4 объектив. Эта камера, fx6, это как бы наш флагман. Это основная камера, поэтому я ее монтирую в первую очередь. И потом будет дрон, чтобы присыпать это сверху на заявки, открыть новую локацию, либо перебиться. Девятая композиция я подобрал. И с чем у нас ассоциируются Уралы? Это металл, это сотни килограмм железа. Такой сладжик, да? Чувствуете, жир. Кстати, весь этот проект, все эти тяжелые исходники у меня работают прямо с наса, с моего. Импортируются в реальном времени. На компе на самом ничего нету. Только по сетевухе, через роутер. И давайте через медиабраузер прям и портнем музыку, которую только что мы слушали. Эпидемик я уже скачал. Тут у меня плейлист. Урал, Хоккайдо. Правая кнопка, импорт. Когда я понял, что шапки можно сочетать и миксовать, для меня открылся сегодня дивный новый мир. Решил выглядеть как лоун, чтобы у вас не было никаких иллюзий по поводу моей компетенции. Итак, кинофестивали. Мы имеем опыт участия в кинофестивале с нашим коротким метром Пургаториум. В целом про кинофестивали зачем, в чем суть, что мы выиграли и как это помогает нам сейчас в будущем. На все это мы потратили около 100 долларов суммарно. Мы подали заявки на 9 кинофестивалей. Из них победили, кстати, в 6. Название фестиваля вы видите прямо сейчас на своем экране. Как вы понимаете, среди всех этих неизвестных имен выделяется только одно. Ежемесячный Каннский кинофестиваль. Как вообще попасть на фестивали? Для этого существуют сервисы-агрегаторы. Мы пользовались фильмом Freeway. Вы там регаете свою страницу, себя как автора. И нужно обязательно зарегать свой проект. Ссылка, скриншот, информация о команде. Деньги продаются за то, чтобы принять участие в конкурсе. Из потраченных 100 долларов мы потратили 62 на участие в Каннском кинофестивале. И остальные доллары распределились между маленькими фестивальчиками. Для того, чтобы набрать венков и набрать некий масштаб и вес. Они подводили итоги где-то в августе. То есть фильмы закончили в конце июля. Мы просто хотели получить результат как можно скорее. На Freeway очень приятно оформлена страница. Главное, видно все ваши награды. То есть нельзя подделать. И есть интерактивная карта, где видно страны, в которых вы приняли участие с вашим проектом. Теперь самое главное, я знаю, что вы хотите узнать, как это нам помогло. Что мы выиграли, сколько денег нам заплатили за победу. К сожалению, денег никаких этих фестивалей не платят. Самое главное, что мы получили, это повод обратиться и иметь возможность общаться с людьми, находящимися над нами в мире кино сильно-сильно выше. Мы получили какую-то небольшую огласку в СМИ. Константин, режиссер в Великом Новгороде, тоже походил по телевидению даже с этим проектом, что нас приятно как бы и удивило. Допустим, сейчас мы имеем возможность выйти на людей из Министерства культуры. То есть получить на свой авторский проект новый полный метр, какое-то финансирование. Ну и приятных веночков себе, конечно, добавили, что участвовали и победили. Такие вещи нужно показывать. Иначе невозможно расти. Сделать, показать, довести до конца. Выложить на общий суд. Это как бы тоже труд. В принципе, формат коротких метров. Чтобы вы понимали честно, без каких-то иллюзий, вы делаете его для себя. Это никому не нужно. Вы это не продадите. Вы не пустите это в стриминг. После победы на одном из индийских фестивалей к нам написал парень индус, прислал фотографию. Чуваки, хотите вот такой кубок? 250 бакс. Представьте, сидел бы я сейчас с кубком. Я ждал от тебя просто историй любых, чувак. Как только не обзор на камеру, я буду... А я тут ремонт, короче, продолжаю. Ну, то есть я переехал в новую квартиру, а теперь старый делаю студию. Еще такой прикол. Камера дает силу мне. Это сложно объяснить. Нужно сходить в больницу. Ну, такое, типа... А когда я понимаю, что я каждый день снимаю видео, я такой... Это классный повод для влога. И вот этот чувак из камеры, которым я, по сути, и являюсь, он меня заряжает, чтобы я ситуацию решил вот так на лету. Я себя ютубом пытался как-то именно вот продвинуть, показать, что вот я крутой. И ты как будто с кем-то соревновался. И у меня есть работа, где я вот реализуюсь твой... Ну, как технически. И меня это отрезвило. Я такой, а для влога мне, типа, не надо таким быть. Как будто я вырос, знаешь, в 30 лет. Как будто вот у меня что-то в голове щелкнуло. Вместе со спортом. Люди хотят жизни. Люди не хотят смотреть, как ты 15 минут стоишь. Вот этот свет может так светить, может так светить. Я тебе об этом и говорю. Я так и говорю. Я так и сказал. Обзор на FX-3, 50 минут. В видосах ты этого не делаешь. А когда с нами сидишь, базаришь, как бы... У тебя нормально получается объяснять, что, типа, там какая-то движуха в Джапане происходит. Рассказывал про кинофестивали. Надел одну шапку и надел вторую шапку вот эту. Ты так стянул лицо. Лоб, короче, две такие морщины. Как средневековый травник какой-то или алхимик. Костян, во-первых, расскажи еще раз, что мы делаем. После того, как я отправил министру культуры и заместителю Губера синопсис, меня внесли, короче, в бюджет на вот этот год. Мне нужно несколько картинок, штучек 10. Как будет выглядеть локация, какие-то, может, крупные планы, персонажи. Потому что Губер не будет читать целиком и полностью вот этот развернутый синопсис. И он будет, скорее всего, на этой встрече воспринимать все в глаза. Будем пользоваться Миджорни сначала. Вот эти мне нравятся, как получаются, типа, всякие вот эти проходки. Так, что у нас получилось? Такие картинки. Так, вот где-то у нас. Тут дом, человек. Это варианты, как может примерно выглядеть почтальон. Клонники, синьма, блядская сосалка. Пока, если вы грехи! Что, пришла? Спать, вать. Нет, я тебе не пойду. Когда пойдешь? Не знаю, через час.